Ребята, привет! Мне захотелось сделать для вас практическое видео про кондурин, поэтому я не буду тут подрабатывать в Википедии, рассказывать вам, как он добывает, с каких составов он бывает и так далее, а просто покажу, как правильно его применять. Показывать я буду на хорошо антипирированном шоколаде и на хэллоуиновских ВЗ-чиках. Так что, если вам уже не терпится, приступим. И давайте я вам представлю наших героев. Это вот такой вот молочный шоколад с веселеньким дядечкой и хэллоуиновская беззешка. Также у меня тут кисточки и штучки, где я буду разводить кондурин. Кондурин у меня сегодня будет золотой, самый обычный, ничего особенного в нем нет. И первый способ, который я хочу вам показать, это так называемый сухой метод нанесения. Суть этого метода заключается в том, что вам просто надо нанести кондурин с помощью кисти на любой окрашиваемый объект. Этот способ очень хорошо подходит для окрашивания шоколада, можно окрасить также фрукты, орехи и так далее. Я вам сейчас продемонстрирую, как это выглядит на безе и на шоколаде. И как вы понимаете, на безе это выглядит совершенно отвратительно, ничего не прокрасилось. А вот на шоколаде это выглядит просто офигенно. Красивый, ровный, золотой цвет. Просто то, что доктор прописал. Второе существующих методов, это когда мы берем небольшое количество кондурина и разводим его в растительном масле. После чего мешаем и наносим на окрашиваемый объект. Честно говоря, я не знаю, кто и зачем использует этот способ. По мне он крайне ненадежен и в своей практике я его вообще не применяю. На шоколаде вы можете обратить внимание, вместо красивого покрытия мы видим разводы золотого цвета. А вот на безе оно, конечно, впитывается, выглядит более красиво, идет такой золотой шлейф. Но здесь есть очень-очень большое но. Давайте я вам сейчас покажу, какое. И, в общем-то, это но заключается в том, что эта смесь вообще не сохнет. Неважно, какой объект. Шоколад, безе, фрукты, орехи. Она просто не застынет у вас и будет пачкать все кругом. Да и выглядит в целом это очень-очень некрасиво. И третий способ окрашивания, это когда мы берем небольшое количество кондурина и разводим ее в водке или спирте. В чем, кстати, разница между водкой или спиртом? Что лучше использовать? Спирт, конечно, намного лучше использовать, потому что он быстрее выветривается и у вас быстрее застывает ваша окрашиваемая поверхность. Но с водкой тоже можно работать, и она более доступна, чем спирт. И просто вам надо будет при работе с водкой немножечко подождать, чтобы у вас все подсохло. То есть это не мгновенно происходит. Но этот способ действительно самый универсальный, потому что им можно окрасить и шоколад, и орешки, и безе, и зефир, и какие-то рисунки сделать и так далее. Единственное, для чего он, наверное, не подходит, это если вам надо вот шоколад заполировать целиком, то этот способ будет для вас очень проблематичен. Главное преимущество этого способа, в отличие от предыдущего, что после того, как водка испарится из кондурина, кондурин останется на поверхности, и его нельзя будет просто так взять и стереть пальчиком. Поэтому этот способ просто самый лучший, универсальный, а блеск и сияние останется на ваших изделиях. Ну давайте еще раз я вам покажу все три способа на пористой салфетке, чтобы вы вблизи увидели, как это выглядит. Первый способ у нас это сухое нанесение кондурина. И с этим способом все понятно. Второй способ это разведенный кондурин в масле. Вы можете опять же обратить внимание на то, как после мазка кисти у нас остается золотой шлейф, но вокруг растекается прекрасная лужа масла. И третий способ нанесения кондурина это кондурин разведенный в водке или спирте, так называемый мокрый метод. И давайте еще раз посмотрим на салфеточку с нашими результатами. По мне можно использовать только первый третий метод, то есть сухое нанесение и кондурин разведенный в водке или спирте. Если коротко резюмировать, то у нас есть три способа с помощью кисти, как нанести кондурин на изделие. Под каждое изделие и задачу есть свой способ нанесения. Главное грамотно его выбрать и применить. И как видите, это абсолютно несложно. Вот такой ролик получился. Если он тебе понравился, то обязательно ставь палец вверх и подписывайся на канал. А я желаю тебе побольше вкусных дней. Всем удачи!